Линейные классификаторы 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 Как мы будем отвечать на вопрос, исходя из чего провести эту самую линию или гиперплоскость Вот сегодня мы и поговорим Соответственно, для того, чтобы вообще решать задачу построения разделяющей поверхности Нам нужно несколько формализовать уже конкретно сегодняшнюю задачу А именно задачу бинарной классификации Речь пойдет о двух классах, как я уже говорил Теперь важно обратить ваше внимание на то, какой мы нейминг будем использовать В частности, сегодня большую часть времени мы будем говорить о том, что два класса у нас называются единичкой и минус единичкой Это существенно облегчит нам все алгебраические выкладки И в целом позволит лучше, как мне кажется, понять в целом алгоритм логистической регрессии Ну, по крайней мере, его вывод Вот, хотя в большинстве случаев, наверное, потом вы будете встречать стандартный случай Когда у нас y положительный, это единичка, y отрицательный, это нолик Про этот случай мы тоже с вами поговорим вскользь И поймем, что он очень легко сводится к этому Вот, у нас есть, как обычно, обучающая выборка Да, наши признаки x и t, соответственно, это значение признаков на конкретном итом объекте Объектов у нас таких l штук Ну и поскольку у нас задача классификации, то есть задача обучения с учителем У нас с вами есть ответы на каждом объекте y и t Да, как мы говорили, они принадлежат либо классу единицы, либо классу минус единицы Ну и, соответственно, классифицировать есть в некотором смысле ответить на вопрос Как мы будем, к какому классу мы будем относить каждый новый объект Алгоритмом такого отнесения у нас сегодня будет следующая достаточно простая штука Это просто знак, сигнум дофункция от некой разделяющей поверхности Ну, от некой функции, которая определяет разделяющую поверхность Определяет она разделяющую поверхность своим равенством нулю Соответственно, в зависимости от того, справа мы от этой разделяющей поверхности Или слева, да, у нас меняются знаки, у нас меняется алгоритм Ну, у нас меняется классификация Алгоритм у нас не меняется Вот Важно отметить, да, что здесь нигде не идет речь о том, что эта штука линейная То есть разделяющая поверхность может быть любой формы, на самом деле, формы любой сложности. И все, в принципе, существенная часть выводов, она дальше будет справедлива для разделяющей поверхности любой формы. Но потом, когда мы будем говорить уже о линейных моделях, а логистическая регрессия — это именно что линейный классификатор, вот, соответственно, мы конкретизируем вид нашей поверхности. Для того, чтобы нам в дальнейшем формализовать задачу уже оптимизации для нашей сегодняшней лекции, нам понадобится ввести следующую штуку. Это отступ, это, наверное, основополагающее вообще в теории линейных классификаторов понятие. И сейчас очень важно разобраться, что это такое и как мы в дальнейшем будем использовать. Вот, напомню, да, речь идет о разделяющей поверхности, в зависимости от которой мы принимаем решение на объекте. То есть либо справа положительный класс, либо слева отрицательный класс. Вот, а дальше мы вводим такую штуку, если кому здесь не видно, смотрите у себя в ноутбук. Это произведение, да, то есть отступ на объекте it. Вводится как? Произведение ответа на этом объекте на значение функции, которая определяет разделяющую поверхность, да, у нас. То есть произведение y, это на f, соответственно, разделяющая поверхность у нас это функция аргумента двух переменных. Вот, соответственно, две переменные это x, соответственно, координаты нашего объекта, да, в пространстве, который мы оперируем. И w это веса, которые, собственно, определяют нашу поверхность, вот, нормами к ней. Соответственно, произведение y, это на значение этой функции в точке, на которой мы рассматриваем наш отступ, собственно, называется отступом. Наверное, сейчас вопрос к вам. Что вы можете сказать по поводу двух свойств этой штуки? А именно, чем может быть характерен, чем может быть характерен абсолютное значение отступа? И чем может быть характерен знак отступа? Давайте, как... Как далеко от чего? Отрисляющей поверхности. Так, да. А по поводу знака? Знак с какой стороны от нее уже? Если у положительное, то знак говорит о том, с какой стороны мы. Хорошо. А в общем случае, если y любой... Угадали или не угадали со стороной, да. Соответственно, эта штука вводится именно для того, чтобы, во-первых, однозначно ответить на вопрос, совершили ли мы ошибку на объекте. Потому что, ну, наверное, многие ухватили, что если мы классифицируем плюс единичку, да, и отнесли его в положительную сторону отразделяющей поверхности, это произведение положительно. Ошибки мы тоже не совершили, потому что у нас target плюс один, значение функции положительно. Сигнум даст тоже единичку. Вот. Соответственно, верная классификация произведена. То же самое с отрицательным объектом. Если у нас y минус единица, и мы верно классифицируем, да, то есть мы относим наш объект левее нашей разделяющей поверхности, то у нас отступ снова положительный. Таким образом, отступ может быть отрицательным только в одном случае, если мы рассинхронизируемся по ответу верному и ответу предсказанному. То есть, либо мы относим точку справа, когда она на самом деле должна находиться в классе минус один, то есть слева, и наоборот. Вот. Это что касается знака. А что касается, что касается абсолютного значения, почему в том числе все любят отступ, потому что он еще неким образом характеризует, ну что ли, типичность конкретного объекта для, ну, в текущем сеттинге, то есть для текущей разделяющей поверхности. По этой типичности, ну, такое слово простое, но тем не менее, мне кажется, хорошо выхватывает интуицию, по этой типичности можно подразделять, соответственно, точки. Опять же, в предположении, ну, допустим, для упрощения, да, положительного класса, в зависимости от отступа мы можем так неплохо подразделять наши объекты в обучающей выборке на следующий. Ну, понятно, что самые хорошие это те, у кого отступ максимальный, вот, и при этом положительный. Максимальный по абсолютному значению и положительный. Это означает, что мы очень уверенно, очень далеко относительно разделяющей поверхности поместили наш объект в нужный класс. То есть, соответственно, мы прям очень сильно уверены в том, что в своей верной классификации. Такие точки называются надежными, да, с ним, как правило, проблем вообще не возникает. Они очень часто для многих алгоритмов являются опорными в плане построения. Вот. Дальше, и, соответственно, чем ближе мы продвигаемся к нашей разделяющей поверхности, где, ну, то есть, я не знаю, в простейшем случае, если это прямая, мы идем там справа по нормальней к ней, да, чем ближе мы к ней подступаем, тем уменьшается наш отступ в случае там правильной классификации положительного объекта. Но, соответственно, объект оказывается ближе к разделяющей поверхности, и больше вариантов. Допустим, там следующая итерация оптимизации может таким образом провести эту самую разделяющую поверхность, что объект у нас перескочит в другой класс. Вот. Такие объекты называются пограничными. Ну, какой-то строгой классификации вот этого порога, наверное, не существует. Для каждой задачи это такая своя штука. Здесь, кстати, по оси X это там наша выборка, да, то есть мы ее упорядочиваем по степени уверенности, по значению, соответственно, маржина для текущей разделяющей поверхности, и в результате этого, соответственно, можем как-то вот так вот подразделить наши точки. Вот. Но с чем хороши пограничные точки, ну и, соответственно, точки, которые пограничны с другой стороны. Что если мы лишний раз посмотрим на их метку, допустим, к нам пришла выборка, мы все понимаем, что выборки не идеальны, они могут быть там, в них может быть шум, в них могут быть ошибки, разметки и так далее. Если мы внимательно посмотрим на эти точки и убедимся, что они соответствуют тому знаку, которому соответствуют, то именно их классификация будет, наверное, ключевой для в целом корректного поведения алгоритма, в том числе на тех точках, которых нет в обучающей выборке, то есть для его генерализации. Вот. Поэтому по отступу очень полезно смотреть на соответствующие точки, и там есть целый класс алгоритмов, который называется, грубо говоря, Active Learning, да, который как раз, ну, настроен на то, чтобы смотреть точки, которые максимально близко лежат к поверхности, то есть те самые граничные, да, уточняться алгоритмам именно на них, то есть учить алгоритм классифицировать правильно именно их, потому что предполагается, что вот этих ребят мы, в принципе, классифицируем в любом случае верно. Вот. Ну и есть такой очень неприятный класс — это выбросы. То есть мы текущий сеттинг описываем плохо, в смысле есть определенный набор точек, которые, ну, никак нам, никакой оптимизации не удается подвинуть в нужную сторону. Вот. Очень часто действительно оказывается, что это просто ошибки выборки, и не нужно пытаться алгоритм переобучить на них, потому что это неизбежно ведет к ухудшению генерализации. Вот. В целом отступ очень полезная штука, и не просто потому, что она как-то интуитивно позволяет взглянуть, интуитивно понятно позволяет взглянуть на то, что у нас происходит в выборке, но еще и потому, что оно, собственно, позволяет очень элегантно дальше рассмотреть алгоритм, который у нас в итоге приведет к тому, что называется логистическая регрессия. Смотрите, мы с вами зафиксировали, что отрицательный отступ — есть ошибка алгоритма на соответствующем объекте, да, при текущем значении весов. То есть там, я не знаю, есть у нас какая-то итерация оптимизации, пускай там даже нулевая. Она определяет какую-то, скажем, прямую, да, в случае линейной модели. Вот. И мы уже знаем, на каких точках мы ошибаемся, и хорошо бы вот на них начать уточняться. Вот. Для того, чтобы вообще на чем-то уточняться, там, нулевая итерация, мы еще ничего не знаем про то, как мы это будем делать, просто веса инициализировали, и ок. Для того, чтобы начать уточняться, нам, соответственно, нужна оптимизационная задача. Нам нужен некий функционал, который мы будем оптимизировать. Ну, соответственно, если у нас есть формализованное понятие ошибки алгоритма, возникает очень такая соблазнительная возможность назвать функционалом совокупность таких ошибок на нашей обучающей выборке. А именно, то есть вводим такую штуку, которая называется эмпирическим риском, которая из себя представляет просто сумму. Сумму фактов ошибочности или неошибочности того или иного решения классификатора в обучающей выборке. Здесь квадратными скобками, соответственно, функция хависайда, она, кажется, называется. Вот. И по сути, да, если мы ошибаемся, мы участвуем в этой сумме. Если мы не ошибаемся на объекте, то соответствующего слагаемого в этой сумме нет. Таким образом, эмпирический риск — это просто число ошибок нашего алгоритма на соответствующей обучающей выборке. Если мы там, не знаю, на выборке в 200 штук ошиблись два раза, ну вот эта штука будет равна ровно двум. Вот. Вот. И на самом деле, если мы строим алгоритм, у которого этот функционал равен нулю, то это означает, что мы прекрасным образом обучились на выборке. Вот. Это означает, что, в принципе, мы свою задачу сделали, потому что, ну, очень сложно придумать алгоритм, который будет лучше вести себя на обучающей выборке, чем тот, который не дает на ней ошибок. Вот. Но здесь есть одна проблема. Вот эта штука, как функционал, который мы, в конечном счете, хотим минимизировать, да? Ну, минимизировать число ошибок. Вот эта штука, она не очень удобна с точки зрения, собственно, оптимизации, потому что, как мы с вами, вернее, вы с Евой познакомились на прошлой лекции, оптимизировать мы в машинном обучении любим с помощью градиентных методов. Вот. Иградиентные методы и итерационные, соответственно, предполагают расчет производных на каждом шаге. Вот. А у таких пороговых функций очень неприятно их брать. Собственно, они там неопределены и сами производные. Поэтому нам нужно неким образом исправить эту ситуацию, потому что подход явно здравый, да? То есть мы уменьшаем число ошибок алгоритма, но при этом мы напрямую не можем считать производные. Вот. Но давайте сделаем так, чтобы подход остался таким же здравым, но при этом мы как-то смогли, в общем, это дело минимизировать. Ну, здесь нам приходит на помощь всяческого рода аппроксимации. Вот этой функции чем-то, что в итоге нам позволит взять соответствующие производные. Вот. Поскольку у нас задача минимизации, то аппроксимировать нам нужно сверху. То есть нам достаточно выбрать функцию, которая описывает сверху нашу пороговую функцию. Вот эта штука, да? Ступенька. И если мы доставляем в результате оптимизации минимум у новой аппроксимированной функции, которую в дальнейшем буду обозначать куштрих, и дальше речь будет идти, наверное, только о ней. Вот. Если мы сможем доставить минимум ее, то мы гарантированно доставляем и минимум ее, поскольку у нас аппроксимация сверху. Вот. На данном этапе, наверное, самое важное понять, что в дальнейшем мы будем вести речь о вот такого вида функционалах, то есть сумме ошибок, которые мы совершили на обучающих выборках, но при этом некоторого рода аппроксимированные. Это будет наш основной функционал, который мы в дальнейшем будем оптимизировать. Вот. Ну, разве это никак не повлияет на вид нашего Q-штриха? Повлияет, безусловно, да. Ну, как бы, насколько тебе важна форма функционала? Да. Выбор метода оптимизации. Выбор метода оптимизации? Ну, в принципе, как бы, важно поведение в локальной, в окружной, в окрестности нашей, там, текущей точки в выборке, да. То есть, как бы, полный вид функционала нам не очень важен. Но, безусловно, потом мы заредюсимся к соответствующей линейной модели. Вот. Вот. Но на данном этапе, как бы, не так принципиально, что какую, какой вид поверхности инкорпорирует в себя M от W. Вот. Соответственно, говоря про аппроксимации. Их в машинном обучении много. Придумали? Ну, как придумали? Тут, в принципе, можно напомнить, что мы аппроксимируем. Вот у нас, соответственно, функция, которая отвечает вот тому самому M меньше нуля и квадратным скобкам, да. Вот у нас пороговая функция. И наша задача, в принципе, выбрать все, что нам нравится, что гладкое, и, как бы, и сверху ее аппроксимирует. Вот. Тут за много десятилетий накопилось достаточное количество соответствующих функций, которые, тут в скобочках написано, приводят к соответствующим алгоритмам машинного обучения. Вот. Не все из них как-то особо зашли, но вот несколько прям живы и здравствуют ныне. Это SVM, про которое мы будем говорить на следующей лекции. Это аппроксимация единицы минус M. Вот. Кстати, это штука, которая не строго аппроксимирует. О чем мы с вами говорили на предыдущем слайде. Вот. Это, соответственно, то, что впоследствии будет логистической регрессией. L. Здесь она, вот, сиреневенькая. И еще хорошо себя показала за годы использования AdaBoost. Это экспоненциальная штука. Она у нас желтенькая. Вот. Все остальное, ну, тоже к каким-то алгоритмам приводит. В общем, что здесь важно понять? Что, выбирая аппроксимацию, вы изобретаете новый способ классификации. И можно, наверное, писать новые крутые статьи, только очень важно сначала посмотреть, не придумал ли эту аппроксимацию кто-то до вас. Потому что, на самом деле, да, любая из этих штук так или иначе доставляет некий классификатор. У вас при четком выборе функции потерь, соответственно, появляется четкий функционал, оптимизируя который, вы получаете некие веса. Все. Дальше, если вы постулируете какой-то конкретный вид разделяющей поверхности, в частности, например, линейный, да, скалярное произведение X на W, у вас готов алгоритм полностью. То есть, поэтому, соответственно, мы сейчас будем говорить про логистическую регрессию и то, что называется эмпирическим подходом к ней. То есть, как бы, из common sense давайте придем к алгоритму. Смотрите, у нас есть эмпирический риск, о котором мы с вами поговорили, да, это функционал, соответственно, суммы минимизации ошибок, вот, аппроксимированных. И, ну, давайте, вот, выберем вот такую. Она, как бы, всем нашим условиям удовлетворяет. И вот, ну, тут, правда, кстати, M, да, у нас, по сути, да, логистическая регрессия сводится к такому однослайдовому, к однослайдовой памятке, в которой, как бы, вот вся ее структура и описана. Что здесь есть? У нас есть аппроксимированная функция потерь на каждом объекте. У нас есть результирующий функционал. Ну, соответственно, да, подставляя вместо M и T меньше нуля, подставляя вот такие штуки, получаем новый функционал. Вот, минимизируя его, мы, соответственно, ответим на вопрос, какие веса должны быть. То есть оптимизировать мы будем градиентным спуском, ну, как бы, почему бы и нет. И, соответственно, алгоритм принятия решения. Здесь мы, наконец, говорим о том, что в дальнейшем речь пойдет только о линейных моделях. И, наконец, убираем этот F, потому что конкретно логистическая регрессия алгоритма линейной классификации. И поэтому алгоритм предельно прост. Знак скалярного произведения X на W. Если W, мы соответствующим образом оптимизировали, исходя из функционала Q-штриха W. Ну, то есть, прям совсем, да, для чайников, для чайников. Тем не менее, вот такой простой подход к этой штуке очень неплохо работает и позволяет, наверное, легче всего запомнить, ну, да, именно, что запомнить этот алгоритм. Ну, то есть, как бы, запоминаем, какую функцию мы аппроксимируем, запоминаем функционал функционал. Вообще, проще всего, запомнить, что это, как бы, минимизация числа ошибок. Вот. Выбрали функционал, как соответствующая, ну, короче, минимизация ошибок. Выбрали аппроксимацию. Все на свете оптимизируем градиантным спуском, даже если это делать не очень хорошо, но, тем не менее, почему бы и нет. Вот. И, в целом, алгоритм проще тоже некуда. То есть, знак от разделяющей поверхности, которая в данном случае линейная. Вот. Ну, смотрите, здесь, наверное, факультативно, сейчас не буду задавать вопрос, но, тем не менее, в литературе, то есть, с этим логарифмом делать все, что угодно, вам, наверное, на досуге подумать, наверное, кто-нибудь когда-нибудь вам задаст вопрос, либо на собеседовании, либо на каком-нибудь коллокове, а какое основание у логарифма должно быть. Потому что как-то часто про это забывают, вот. Вот. Но лучше об этом помнить, что оно как бы не с потолка взялось. Исходя из того, что я вам рассказал, в принципе, можно понять, почему, какое оно должно быть и почему. Вот. Смотрите, чего дальше. В принципе, здесь есть все, что нам поможет для классификации. Логистическая регрессия хороша еще и тем, что мы с вами до сих пор не рассматривали. Это как бы степенью, ответом на вопрос, насколько мы уверены в нашей классификации. Да, мы ввели некое понятие маржина, но в явном виде в этом логарифме используется не совсем оно. Используется несколько более другая штука, вот, которую потом человечество начало именовать вероятностью. Давайте посмотрим, как к ней прийти. Ничего пока делать не будем, просто немножко поменяем форму у того, что у нас здесь записано. Небольшой спин-офф. Рассмотрим, соответственно, следующую штуку. Функция сигмоиды. Кто видит ее не в первый раз? Отлично. Всего 5, по-моему, человек. Вот, поэтому чуть поподробнее мы про нее все-таки поговорим. Ну, вид у нее достаточно простой, да, то есть аргументом однопеременной, которая в знаменателе экспонентится с отрицательным знаком. Вот. Что у нее, соответственно, с поведением на графике? Давайте, вид вы запомнили, какие у нее должны быть асимптоты. Что она должна делать при уходе на минус бесконечность? Вот наш x, куда должна уходить сигмоиды на минус бесконечности? В ноль, то есть она будет где-то здесь. Ага, на плюс бесконечности? Один. Один, окей. А на нуле? Одна, вторая, да. То есть она тут раз, два, три. И еще это так очень гладенько она делает. Вот тут масштаба нет, поэтому неважно, наврать сложно. Вот, главное, что она в нуле 0,5. Нолика, единичка слева и справа. Вот это сигмоиды, которые играют просто, я не знаю, трижды основополагающую роль в практически, там, в целом классе различных алгоритмов машинного обучения, в том числе и в глубоких нейросетях. И, в общем, жить ей здравствовать, а вам обязательно знать, как она дифференцируется. Вот. Но это будет, сегодня этого не будет, просто продифференцируйте ее на досуге. Вот. Соответственно, да, характерные точки есть, 0 я не стал писать. Теперь, с помощью нее, что мы будем делать? Ну, во-первых, сказали, да, что она ведет себя, как 0 на минус бесконечности, единица на плюс бесконечности, и типа 0,5 где-то посерединке. И вот это вот натолкнуло многих людей на то, чтобы говорить, ага, а у нас вообще-то тут что-то, что можно как бы тактовать как вероятность. Ну, типа, если мы говорим о сигмоиде от марджина, да, и мы говорим, что отрицательный марджин – это супер плохо, а положительный марджин, большой положительный марджин – это супер хорошо. Соответственно, вероятность верной классификации объекта, да, у нас очень большой отрицательный марджин, соответственно, скорее всего, мы очень сильно на нем ошиблись. Вот. Вероятность верной классификации – 0. И, соответственно, когда у нас большой положительный марджин, у нас сигмоида стремится к единице, вероятность правильной классификации этого объекта стремится к единице. Если мы находимся в точке марджина, равного нулю, то есть мы находимся на разделяющей поверхности, мы как бы никуда не можем отнести нашу точку в текущей итерации, да, и все, что мы можем сказать, что, ну, у нас полная ансотнити, мы не знаем, к чему, про какой из классов здесь говорить, поэтому как бы вероятность правильной классификации, она здесь ровно 0,5. То есть либо мы, скажем, единица, можем ошибиться, да, либо мы, скажем, минус единица, также можем ошибиться. Вот, поэтому здесь первый раз у нас с вами появляется вероятность, так, взятая немножко с потолка, притянутая за уши, но тем не менее. Вероятность, и здесь очень важно ее, как бы, зафиксировать вероятность какого события, а именно, поскольку здесь речь идет о маржине, маржин у нас отвечает за верную или неверную классификацию объекта, то, безусловно, здесь вероятность правильной классификации конкретного объекта. Дальше, немного в другой постановке, мы с вами коснемся ситуации, когда у нас будет речь идти исключительно о вероятности, ну, несколько другого события, вот, и очень важно не запутаться в них, поэтому я отдельный акцент потом сделаю на этом. Вот здесь все-таки говорим о вероятности верной классификации. Соответственно, если мы эту штуку принимаем за некое PIT, да, то очень легко провести, ну, то есть, как бы, пробросить мостик между тем, что у нас было записано в качестве функционала Q' от W через логарифм 1 плюс E в степени минус MIT, да, вот, к уже той самой вероятности PIT. Ну, то есть, у нас там был в числителе единица плюс экспоненты, да, а в сигмоиде в знаменателе. Ну, логарифм тем хорош, что, соответственно, единица на… логарифм единица на x – это минус логарифм x. Вот здесь все просто. У нас минус сумма логарифмов вероятностей по-прежнему минимизируется. Вот, а тут уже, как бы, можно совсем, совсем все понятно сделать, и убрав этот минус, заменив минимум на максимум, увидеть вот такую запись, в которой, как бы, ну, просто вот смотришь на это и читаешь. Ага, что мы делаем? Мы максимизируем сумму вероятностей правильных классификаций. Да, ведь, смотрите-ка, мы просто начали с какой-то абстрактной loss-функции, ну, такой, типа, просто вот выбрали из всего семейства аппроксимаций одно. В конечном счете пришли к тому, что у нас, ну, какая-то там притянутая за уши, но, тем не менее, вероятность максимизируется. Вот, безусловно, это, ну, как бы, тоже какая-то интуиция облегчает понимание этого алгоритма, вот, но еще не его обоснование. Но, что мы получили в результате этой штуки? Мы получили приятный бонус. Мы теперь говорим не о том, что у нас сигнум, что решение алгоритма — это сигнум относительно того, в какую, ну, с каким знаком мы ответили на уравнение нашей разделяющей поверхности. То есть это не просто сигнум X на W. Мы теперь можем, поскольку, да, мы знаем, что у нас ноль этого заменяется на 0,5 вероятности, мы теперь можем несколько поиграться. Нам не обязательно все объекты относить к положительному классу, если они больше 0,5, вот. И нам не обязательно, соответственно, все объекты относить к нулевому классу, если они меньше 0,5. В зависимости от конкретной задачи мы можем предпочесть этот порог подвинуть. Вот. И вот такая формализация очень легко позволяет это делать, за счет того, что мы просто будем вместо 0,5 подставлять нужный нам порог. Получая порог, соответственно, там 0,6, все, что выше 0,6, будем относить к единичному классу, все, что меньше 0,6, будем относить к нулевому классу и так далее. В общем, такой простой твик, который мы сделали, просто посмотрев на сигмоиду и, ну, пока еще так абстрактно обозвав ее вероятностью, позволил нам сделать две вещи. Во-первых, максимально упростить вид нашей лосс-функции, вот даже вот, наверное, до этого, да, просто сумма логарифмов вероятностей. И при этом еще позволил ввести порог. То есть нам не обязательно теперь фиксировать наше принятие решения, исходя из того, в какую сторону мы попали. Мы можем в зависимости от того, что мы хотим на выборке, наверное, сегодня еще дальше, в третьей части лекции, поговорим о том, что мы можем хотеть на выборке. Вот, можем выбрать порог. По сигмоиде, да, по сигмоиде какие-то вопросы есть? А еще раз, если порог – это расстояние до... Ну, не совсем. Смотри, если... Ну, что у нас с мелом? А вот мел есть. Как бы, там какая штука получается? Вот у нас есть некая гиперплоскость, и вот некая точка, да? Вот какой-то марджин на ней был. Допустим, положительный, если мы угадали, да? Вот, сейчас мы эту штуку заменяем на, ну, как-то вот так, да? Вот, и поехали дальше. Вот, и просто смотрим, какому значению вероятности соответствует эта точка. Ну, потому что если вот это 0,5, да, соответственно, какая-то такая... Такие оси координат у нас получаются, и мы каждой точке с любым марджином теперь ставим в соответствие какую-то вероятность PIT. Вот, и порог здесь, это, соответственно, PIT больше трэш-холда. Вот. А если она меньше, получается? Соответственно, вот теперь мы, да, так бы мы гарантированно эту точку отнесли к классу 1, потому что она справа от разделяющей поверхности. Вот, а теперь мы можем, соответственно, как бы этим играться. Просто в пространстве марджинов это сделать плохо, ну, тяжело, а не от минус бесконечности до плюс бесконечности, непонятно, где этот порог проводить. Когда мы сквошим это все дело на сигмоиду, у нас появляется, ну, как бы, какая-то количественная мера, вокруг которой мы можем оперировать. Ну, назвать новый порог 0,6, если нам так выгодно на обучающей выборке или для каких-то наших целей задачи сделать. Вот. Короче, у нас такая степень свободы появляется еще одна дополнительная. Так, по времени. Ага. Смотрите, наверное, сильно дальше мы сейчас не поедем. Единственное, что сейчас вот та самая минутка другой формализации. Очень часто эта задача вводится как задача бинарной классификации на классы 0 и 1. И очень часто вы встретите такую штуку, как log loss. Вот. И когда вас будут спрашивать log loss, всегда отвечайте вот так. А теперь смотрите, да. Ну, то есть, на самом деле здесь записано ровно то же самое, что на предыдущем слайде. То есть, у нас был логарифм вероятности P и ИТ. Да, здесь она разбивается на два случая. Ну, просто потому что у нас теперь есть нолики и единички. А P и ИТ у нас, напомню, зависело от маржина. Да, то есть, там был маржин, который сам по себе умножает Y и ИТ на скалерные произведения в нашем случае. Так вот, если у нас Y теперь формализуется как 0 и 1, то мы понимаем, что как бы в нашем классическом представлении соответствующий маржин будет равен нулю как бы на этих объектах. И неважно, что мы с ними делаем, он всегда будет равен нулю. Соответственно, в такой формализации про маржин говорить не очень корректно. И про вероятность верной классификации, соответственно, тоже говорить не очень корректно, потому что у нас верная классификация, понятие верной классификации водилось через маржин. Вот вместо этого, если речь идет о нулях и единицах, эта вероятность немножко меняет свою трактовку. Она становится не вероятностью верной классификации, а вероятностью отнесения соответствующего объекта к положительному классу. И тогда уже все действительно становится чуть более понятно, почему эта штука распадается на две. Ведь если у нас объект изначально принадлежит единичному классу, то нам важно, насколько близко к единице мы дали ему вероятность. А если у нас объект принадлежит нулевому классу, и это слагаемое у нас уходит, то нам уже становится важно, насколько близко к нулю мы задали эту вероятность. Вот. В таком виде, на мой взгляд, эту штуку запоминать чуть сложнее, а главное, ну, как-то не так все элегантно на всех предыдущих слайдах было бы. Вот. Но тем не менее, запомните, что такая постановка, она точно настолько же равноправна, насколько все, что было на предыдущих слайдах. И когда вас просят про log loss, как правило, от вас будут хотеть примерно это. Вот. Это такая важная ремарка, которую, наверное, не надо забывать. Вот. А на этом, на этом, да, на этом мы практически подошли к перерыву, потому что про логистическую регрессию мы, в принципе, узнали все, что хотели. Мы знаем, что это за алгоритм, мы знаем, как по нему принимать решения, да, мы знаем, исходя из какого loss у нас получается. Вот. Но получается такая штука, что я прям вот все, что вам говорил, это просто, а давайте сделаем так, а еще давайте сделаем вот так. И как бы, ну, то есть, вера моим словам не на йоту. Почему так? Почему такой loss? Мы выбрали из множества тех, которые были нарисованы на слайде. И почему мы вот решили взять и рассмотреть сигмоиду в качестве принятия решения, ведь в конечном счете у нас за принятие решения отвечает именно эта функция, да, то есть, если она там больше 0,5 или соответствующего порога, который мы выбираем, мы одним образом классифицируем объект, если меньше, то другим. То есть, как бы, две вещи, которые стали для этого алгоритма основополагающими, мы просто как бы взяли с потолка. Вот. И дальше мы, соответственно, какую-то все-таки существенную теорию под это подведем и поймем, что, в принципе, так делать нужно. И в конечном счете, вот, еще раз пройдем весь этот путь, но немного с другой стороны. То, что мы с вами делали, я назвал эмпирическим подходом, потому что оно было основано на эмпирическом риске, то есть, по сути, просто на желании ошибаться как можно меньше на обучающей выборке и очень простой формализации этой ошибки, просто типа там число ошибок меньше, в смысле число ошибок на обучающей выборке. Вот этот прекрасный функционал, который мы хотели минимизировать. Напрямую мы это сделать не смогли, поэтому нам понадобилось вводить аппроксимации, выбирать одну функцию и в конечном счете оптимизировать функционал уже с ней. И мы получили алгоритм, который, как мы поняли, неплох. Он хорошо позволяет не просто там классифицировать, но еще как там пороги подобрать. Ну, в общем, да, закончили мы на том, что у нас все отлично, кроме того, что вот эти две вещи мы вообще никак не обосновали. Почему так и вот. А для того, чтобы понять, почему так, нам нужно несколько с другой стороны зайти с точки зрения постановки этой задачи. Прежде чем мы это сделаем, я помню, что на первой лекции просил вас поднять руки по курсам, вот, и получил очень такую разношерстную компанию. В связи с этим, ну, я сейчас, наверное, немножко уточню вопрос, кто знает, как работает метод максимального правдоподобия. Ну, примерно процентов 30, наверное, поэтому уместно здесь будет также подробно про него рассказать, потому что дальше очень много на нем основывается. Ну, как подробно, я, конечно, не буду у ваших, это обычно там тратится целая лекция полуторачасовая на это. Тут просто, просто так, верхнеуровнево. А что вообще, с чем мы здесь имеем дело? Метод максимального правдоподобия – штука из теории вероятностей. В теории вероятности мы имеем дело с вероятностными пространствами. Это вещи, из которых мы забираем объекты, вот, с некоторым, по некоторому распределению. Ну, то есть мы не можем, если это, например, да, то есть там у нас есть, как это, равномерная плотность распределения, тогда равновероятно вытащить каждый объект из нашего пространства. Если оно неравномерное, например, колокол, да, то мы, соответственно, нормальное распределение, мы, соответственно, вытаскиваем то, что ближе к мат-ожиданию. Вот, и таким образом, да, у нас, в принципе, мы речь ведем не о пространстве объектов, а о вероятностном пространстве, из которого мы что-то забираем, то есть в терминах статистики сэмплируем. Вот, по какому закону мы это делаем, описывается некой априорной плотностью распределения вероятности, которую мы можем знать, можем не знать, которую мы обычно постулируем, делаем скорее фразы типа «пусть наше вероятное пространство описывается, ну, например, вот так». Вот, то есть, как правило, да, истинный закон мы не знаем, но мы можем знать, часто предполагать его форму. Там опытным путем установили, что действительно часто там объекты из нашего распределения, они вот как-то ложатся вот типа вот так вот. Ну, давайте предположим, что там нормальное распределение. Вот, и мы знаем, как выглядит нормальное распределение, и вроде бы как мы знаем закон, по которому там все существует, по которому мы будем набирать точки. Но не совсем, мы его всегда знаем с точностью до. Если речь идет о, там, нормальном распределении, то с точностью до среднего значения и среднеквадратичного отклонения или дисперсии, ну, как бы вот такой мерой, да, разброса точек. Вот, получается, что эти две величины не мешают, эти две величины мешают нам точно и единственным образом зафиксировать закон, по которому это вероятность и пространство живет. Это называется параметрами нашего распределения, да. Вот, и существует несколько способов эти параметры оценивать. Собственно, задача называется таким образом задача параметрического оценивания, то есть оценивания параметров распределений. Второй здесь пример, это, там, экспоненциальное распределение, соответственно, здесь параметр лямбды, да, то есть он, там, например, используется при вероятности формализации всяких, там, работ механизмов, например, там, время жизни механизма, когда он, там, выйдет из строя, вот это, там, среднее время жизни, например, лямбды, да. Вот, соответственно, что такое, что такое, ну, плотность вероятности, я сейчас прям совсем на пальцах объяснять не очень хочу, ну, просто некие законы, по которым мы наблюдаем с той или иной вероятностью соответствующий объект. Вот, для того, чтобы точно определить этот закон, мы, как бы, постулируем его форму в целом, да, условно, там, типа колокол, но нам нужно понять, относительно чего этот колокол сдвинут и как он разведен. Вот, оценивать это мы будем, исходя из тех объектов, которые мы насобираем из нашего пространства, то есть происходит это следующим образом, мы постулируем закон, мы сэмплируем и дальше смотрим, а каким параметром то, что мы видим, наилучшим образом, наилучшим образом подходит то, что мы пронаблюдали. Ну, то есть, если там мы набрали там объектов в районе нуля, не знаю, минус 0,1, 0,0,1, вот, то, скорее всего, логично ожидать, что среднее значение у этого распределения, в этом распределении, это все-таки 0, а не минус 100, да, ну, потому что вроде как 3 из 3 где-то около, вот, ну, и, соответственно, там сигма, среднеквадратичное отклонение, что-то типа там в районе 0,1. Вот, это так, минутка теории вероятности на пальцах. Суть в том, что метод максимального правдоподобия — это метод оценивания. Оценивание чего? Недостающих нам параметров распределения. Вот, сам вид параметра, ну, сам вид функции параметрической мы либо постулируем, либо знаем априори, вот, исходя из каких-то наших соображений. А дальше эта штука позволяет нам, зная набор того, что мы насобирали, ну, найти наиболее вероятные значения вот именно вот этих штук у и сигма. В данном случае они все называются вектором тета, да, вектор параметров того или иного распределения. Вот, ну, и, соответственно, метод называется методом максимального правдоподобия, соответственно, мы в конечном счете должны получить, ну, как-то наиболее правдоподобные, что ли, значения, да, то есть вот так вот, вот так вот его назвали, вот так вот мы и получим. Likelihood, да, называется эта штука по-английски, вот, ну, наиболее likely, ну, так это, скорее всего, мы это увидим. Вот, соответственно, это как бы штука для того, чтобы понять, что такое параметры. Теперь, как мы их оцениваем? Что вообще, как выбрать наиболее правдоподобные значения этих параметров? Для этого нам нужно каким-то образом описать совокупно вероятность того, что мы пронаблюдали в этих насамплированных объектах. Вот, и тут, как бы, немножко подумав, да, так вспомнив самые азы теории вероятности, если у нас есть независимые значения, каждая из них появляется с какой-то вероятностью, то как называется вероятность, с которой мы будем описывать совместное встречание всех этих объектов? Вот, ну, поскольку они независимы, то в теории вероятности работает такая штука, как просто произведение вероятности наблюдать каждое из соответствующих значений. То есть, в целом, меры правдоподобия того, что мы пронаблюдали, это произведение вероятности наблюдать каждый из объектов. Ну, грубо говоря, да, вот опять же, в нормальном распределении мы взяли случайно объект вот здесь, да, а потом взяли случайно объект вот здесь. Вот очевидно, что вот этот объект мы, ну, более вероятно бы встретили, чем вот этот. Соответственно, этот характеризуется какой-то вероятностью, и вот этот объект будет характеризоваться какой-то вероятностью, если мы смотрим на колокол. Перемножая эти вероятности, мы получаем вероятность наблюдать их оба. Вот, и такая функция нам, соответственно, позволяет ответить на вопрос. Ну, собственно, какая общая вероятность наблюдать все то, что мы увидели? То, что называется совместной вероятностью. Можем это перемножать, потому что они независимые, вот, независимые, господи, одинаковые, спасибо, да, independent, identically distributed, вот, дальше, соответственно, метод максимального правдоподобия заключается в очень простой штуке. Ну, у нас есть, типа, вероятность пронаблюдать это все вместе, соответственно, чтобы… речь идет, да, об объектах на выборке, на которых мы иксы наши знаем. Чтобы теперь оценить параметры, давайте просто максимизируем эту вероятность, вот, и будем решать эту оптимизационную задачу по нашим параметрам, по тета. Соответственно, вот метод максимального правдоподобия в одной строчке, есть функция правдоподобия, есть просто аргумент максимума этой функции. Аргумент максимума и будут наши искомые параметры, то есть это те параметры, там, в терминах нормального распределения, средняя и дисперсия, которые наилучшим образом будут описывать те точки, которые мы пронаблюдали. Вот, соответственно, на досуге, да, можете подумать над тем, тоже наверняка кто-нибудь когда-нибудь спросит, как именно методы максимального правдоподобия, например, оценить вероятность выпадения орла в обычной монетке, ну, которая немножко нечестная, да. Вот, пронаблюдали там k значений выпадения орла, n минус k значений выпадения решки. Вам нужно, соответственно, придумать какую-то плотность вероятности, которой, скорее всего, описывается этот процесс. Вот, ну, а дальше оценить то самое вероятность выпадения орла и, соответственно, единицу минус эту вероятность, вероятность выпадения решки. Вот, ровно таким образом это очень легко делается, и вы получаете то, что вы привыкли, да, число выпадения орла разделить на общее число экспериментов. Вот, можете не такой, несложные, несложные выкладки проделать. Теперь, как эта вся штука транслируется к нам? Что есть параметры нашей задачи? Смотрите, у нас в некотором смысле мы нигде не говорим о том, что там p от, до этого, по крайней мере, не говорили о том, что p, который мы оперировали раньше, да, это какая-то там строгая плотность распределения внутри вероятностного пространства. Но мы неоднократно говорили о том, что у нас есть параметры задачи, которые заключаются в весах. Ну, действительно, мы как бы, про иксы мы все знаем, это наша выборка. Что мы не знаем, что есть параметрами задачи, которые мы, собственно, и оцениваем, это наши веса. Вот, теперь нам, соответственно, нужно очень так хорошо ложиться то, что мы сейчас говорили, на нашу задачу. У нас тоже есть сэмплинг, то есть насэмплированный из некоторого там океана событий, насэмплированные объекты. Вот, и на них мы знаем, соответственно, иксы. Вот, но что мы точно не знаем, это w, который нам предстоит оценить. Нам нужно оценить именно, то есть мы накладываем ограничения на вид теперь функции p, да. Например, если мы с вами говорили о том, что в эмпирическом подходе там p от x и w имеет вид, ну, например, да, там единицы делить на единицы плюс экспоненты и так далее, то это как-то было совсем абстрактно. Здесь все-таки мы будем уже оперировать гораздо более какими-то конкретными вероятностными функциями. Вот, ну, то есть на данном этапе это все еще остается просто зависимостью, которую мы пока конкретизировать не будем. Но тем не менее, если мы предполагаем, что весь наш океан с возможных точек, да, из которых мы получаем выборку, варится внутри некого закона, то сэмплируя оттуда объекты, мы действительно можем по ним определять w. Вот, и делается это с точки зрения метода максимального правдоподобия ровно так же, как было описано в предыдущем слайде, то есть доставляя аргумент максимума функции правдоподобия. Как будет выглядеть функция правдоподобия в данном случае? Ну, на самом деле, ровно так же это произведение соответствующих вероятностей, вернее, вот таких штук, да. Для нас теперь это и есть w. Поэтому произведение соответствующих вероятностей, вид которых мы пока не знаем, и максимизация этого функционала, по сути, ответит нам на вопрос, а какие нам нужны w, чтобы корректно описать те точки, которые мы пронаблюдали, насэмплированные из океана в нашу обучающую выборку. Вот, но дальше, на самом деле, в методе максимального правдоподобия делается стандартный хак, просто потому что с функцией правдоподобия as is, то есть с произведением вероятности, работать очень неудобно. Люди, помня о том, что логарифм монотонной функции, вот, логарифмируют ее, произведение становится суммой, и все становится сильно проще, да, и вместо того, чтобы вот эту штуку максимизировать, максимизируют вот такую штуку, а именно логарифм функции максимума, логарифм функции правдоподобия. Вот, то есть на данном этапе мы пришли к тому, что у нас есть функционал, этот функционал нам нужно максимизировать. У нас есть суммы вероятностей, которые нам нужно максимизировать. И это действительно уже очень хорошо похоже на то, что мы с вами видели в первой части лекции. А именно, да, вот, даже должно у всех возникнуть. А именно, вот, я тут отдельно выделил строчку из того, из какого-то сильно предыдущего слайда. Сумма логарифмов вероятности максимизируем, да. И здесь мы говорили уже конкретно о вероятности правильных классификаций. Вероятность была притянута за уши. Сейчас вероятность уже это вполне конкретный вид, ну, в жизни, законов жизни внутри вероятностного пространства, да. То есть мы в дальнейшем можем конкретизировать, о каком именно идет речь, но мы теперь уже хорошо понимаем, что речь идет именно о вероятностном пространстве, о случайных событиях и о пейтом. Вот, соответственно, получили точно такой же вид, получили точно такую же лосс-функцию, но теперь сделали это не на ровном месте, а исходя из строгого инструмента, который позволяет делать параметрическое оценивание моделей, а именно метод максимального правдоподобия. И эта штука привела нас к лог-лоссу, вот ровно тому же лог-лоссу, к которому мы пришли из таких пространных соображений. Вот, давайте, наверное, здесь спрошу вопросы тех, кто не очень близко знаком с ММП. Вот, если они появились, если не появились, поедем дальше. Нормально? Едем? Окей. Смотрите, с лог-лоссом разобрались, да. Напомню, у нас было два таких открытых момента. Это откуда взялся лог-лосс и откуда взялся p, равное сегмоиде. То есть почему мы вероятностью называли вот эту штуку как единица на единице плюс e в степени минус m. Вот, на лог-лосс мы ответили. Теперь давайте поговорим про откуда взялась сегмоида. Смотрите, напомню, да, что у нас речь идет о паре объектов. x и t – это вектор, да, вектор наших значений признаков. Вот, y и t – это таргеты на нашем обучающем множестве. Соответственно, давайте теперь на секунду представим, что у нас все признаки наши только бинарные. То есть в столбцах есть либо нолики, либо единички. Вот, тогда это очень такое жесткое условие, на самом деле, на то, как функционирует этот океан, с которого мы забираем объекты. А именно мы утверждаем, что он подчиняется распределению Бернулли. Вот. Ну и, кстати, с Орелом и Решкой то же самое. Вот. Смотрите, как мы такой вывод сделаем из того, что только 0,1? Из того, что только 0,1? Не, ну смотри, у тебя есть распределение Бернулли, если ты будешь с него сэмплировать, ты получишь вот эту штуку. Вот вы написали, что в таком случае, ну это как вывод, а не как предпосылка. Я понял, о чем ты говоришь. Окей. Считай, что наоборот. Предположим, что у нас распределение Бернулли, и тогда наши признаки только бинарные. Вот. Смотрите. Да, и дальше, что, чем характерно распределение Бернулли? Оно относится к классу экспонентных, экспонентного семейства. Вот. Для него справедлива вот такая штука. Отношение вероятности отнесения к единице и к минус единице подчиняется экспоненте. Сейчас не буду тратить время на эту вещь. Она очень сильно за нашим материалом. Вот. Но если что, можно ознакомиться. Но эта штука нам очень сильно упрощает жизнь, потому что мы теперь можем формализовать нашу вероятность через веса, через W и через X. Вот. А, что это такое? Это скалярное произведение. А, скалярное. Да. Вы спрашиваете, да, потому что, как бы, какие-то вещи для меня очевидны. А, скобочки. А? Еще скобочки? Ну, ладно. Да, да. Экспоненты оскалярного произведения. Экспоненты оскалярного произведения, да. Вот. Если что, везде, где до этого шла речь, там, не знаю, о маржине, например, да, то есть Y на скобочке – это скалярное произведение. Вот. Но когда речь шла об абстрактном F от W и X, там речь шла не про скалярное произведение, там это просто были абстрактные аргументы абстрактной формы поверхности. Вот. Соответственно, здесь речь идет исключительно о скалярном произведении. И для всех распределений из экспонентного семейства у нас есть, в том числе для Бернули, да, у нас есть вот такая штука. Что мы из нее можем узнать? На самом деле, все становится проще, потому что после того, как мы говорим, что наш океан вращается по законам Бернули, мы можем, исходя из этого и формулы полной вероятности, очень просто вывести вот это самое P от X и T от W. Тут вот это, наверное, да? Да? Окей, да, здесь минус единички. Нише, что от вас не сказнет прям вообще. Да. Соответственно, ну понятно, да, форму полной вероятности выражаем одно через другое, и получается у нас единица делить на единицу плюс экспонент. Во, вот здесь я написал правильно, да? Хорошо. Фигурные скобочки минус WX. Вот. Что здесь важно? В зависимости от того, речь идет о плюс единице или о минус единице, у нас получаются разные аргументы у экспонента. И это в точности еще раз подводит нас к тому, какую формализацию использовать. Формализация с плюс один у нас, с плюс один и минус один нас как раз дает вот этот знак, который мы можем в виде, ну, в результате которого мы можем снова прийти к марджину, да? Потому что ведь это в точности то же самое. Это Y и T в случае, если минус Y и T на WX в случае, если плюс единица, то есть минус марджин, да? А здесь, соответственно, плюс марджин в случае, если минус единица. Вот. Ровно то же самое, да, что у нас было. Единица плюс экспонент и минус M. Эти два выражения схлопываются в одно. То есть, что на самом деле получается? Ну, седьмой, я думаю, с вами уже видели. Да. Вот мы ее и обосновали на самом деле. Что здесь действительно интересно, это то, что по факту мы с вами получили три, да, получается три различных алгоритм, ну, не алгоритм, а нет, три различных функции, которые мы будем оптимизировать, наш функционал, да, исходя из, ну, в некотором смысле двух, наверное, двух подходов. Вот. Но так или иначе, любая из них является постановкой задачи для логистической регрессии. Любую из них, в принципе, можно упоминать как соответствующий функционал при ответе на вопрос, что такое логистическая регрессия. И важно, да, что мы пришли к одному и тому же решению из такого понятного многим инженерного подхода, из такого милого многим вероятностного подхода. В конечном счете мы получаем либо максимум суммы логарифмов сигмоиды, либо, соответственно, просто log loss as is в, вот здесь, наверное, да, в случае, когда мы говорили про эмпирический риск, ну, либо, соответственно, максимизация вот этой штуки, да, с обратным знаком. Вот. Наверное, здесь еще раз я сделаю паузу и послушаю ваши вопросы, потому что по факту мы с вами пришли из такого, ну, достаточно понятного допущения, что у нас вероятностное пространство, пришли к тому, что мы можем, ну, и наложили определенные ограничения на это вероятностное пространство, мы пришли к тому, что то, что мы выбрали сигмоиды, то, что мы выбрали log loss, мы на самом деле это делаем не с потолка уже. Мы действительно руководствуемся чем-то вполне осязаемым, а именно методом максимального правдоподобия. Можно вот просто первая срочка, там она была получена из алгоритма произведения, которое нужно было максимизировать. Да, да, да. Вот с какого смысл этого произведения? Еще раз, да? Максимум этого произведения. А, ну, смотри, метод максимального правдоподобия, давай вернемся к нему. Сейчас. Ну да, там эти произведения не независимы. Я не понял смысл максимума произведения. Смотри, вот эта штука, это вероятность? Да. Потому что она, это вероятность произведения, пронабляясь каждую штуку. Вот смысл максимума этого произведения? Мы максимизируем вероятность увидеть то, что мы увидели. Вот, в зависимости от соответствующих параметров. То есть мы можем варьировать, ну, как я приводил пример, ну, я не знаю, есть у нас там вот такое распределение. Вот. Мы можем насамплировать там три точки. Вот такую, вот такую и вот такую, да? И очевидно, что если мы говорим, ну, да, и второй, допустим, кандидат на распределение вот такой. Отличаются эти два распределения только в среднем. То есть здесь средний 0, здесь средний, не знаю, там минус 100. Вот. И вероятнее в данном случае вот такое распределение. Вот речь идет ровно об этом. Выбрать такие параметры, то есть такое среднее, которое сделает наблюдение вот этих трех величин наиболее вероятным. Вот. Ну, вот так, собственно, работает метод максимального правдоподобия. И он нам позволяет в конечном счете, если мы говорим о том, что мы действуем просто в неком вероятностном пространстве с определенными ограничениями, он нам позволяет в конечном счете прийти к... То есть той же самой логистической регрессии на одном слайде, но теперь посмотрите, как много мы про нее поняли. Во-первых, у нас логлос уже не на пустом месте взялся. Во-вторых, у нас вот эта лос-функция взялась не на пустом месте, а как, соответственно... Ну, то есть она здесь осталась в том же самом первозданном виде, что была на первом слайде, просто потому что мы тогда не знали ни про сегмоиды, ни про вероятности, ни про чего. Но форма ровно та же. То есть если мы раскрываем PIT через сегмоиды, мы приходим к этой записи. И принятие решения тоже самое. То есть у нас есть сегмоида, и сегмоида больше, ну, соответственно, это наша вероятность уже теперь честная. Вот. Есть порог. Двигая порог, ну, порог по дефолту 0,5, потому что просто, да, если у нас сегмоида при нуле, это 0,5. Вот. Ну, в принципе, мы можем тюнить это как хотим. Вот, соответственно, здесь мы смотрим на то же самое, но уже как-то совсем другими глазами и понимаем, что мы немножко перестали быть чайниками, когда просто взяли и по каким-то абстрактным причинам, да, вот этот эмпирический риск, который, ну, вроде как должен работать, но непонятно почему, взяли туда, носовали, выбрали одну функцию и как блок. Так, смотрите, что мы в итоге с вами узнали, да, по поводу логистической регрессии. Это алгоритм линейной классификации. Все, в конечном счете, функция, ну, функция, по которой мы принимаем решение, имеет вид скалярного произведения наших признаков на веса. Что мы делаем? Мы при этом, да, аппроксимируем эмпирический риск логлоссом, как мы говорили в начале, или что делает логистическая регрессия? Она порождает признаки из некого вероятностного пространства. Вот, соответственно, если речь идет о, допустим, да, распределении Бернули, мы приходим к бинарным признакам. В таком случае мы честно можем трактовать ту самую вероятность, которую мы, ну, вернее, честно можем трактовать ту самую сегмоиду, которую мы получаем на выходе, как вероятность. Вот, тут важно понимать, что в конечном счете вы будете использовать логистическую регрессию по жизни для очень многих типов задач, для абсолютно разных признаков, и всегда вы будете называть эту поитою вероятность. Это, ну, вероятностью. Вот, но это не совсем так. То есть, на самом деле, она вероятность только для тех признаков, которые посчастливилось родиться из экспонентного семейства распределений. Их там ограниченное количество, и мир вообще далеко не всегда существует по ним, к сожалению. Вот, поэтому, если, грубо говоря, у вас бинарные признаки, вы можете, как бы, пожать плечами и сказать, окей, тут вообще все, как бы, теоретически обосновано. Если нет, надо справляться. По-хорошему, скорее всего, нет, но ее точно можно так применять, потому что никто вам не запретит выдать меру на вашем объекте и сказать, что, ну, скорее всего, вот 0.6, да, вот вероятность отнесения ее к единичному классу – это 0.6. Вот, поэтому, по большому счету, на это все забивают и делают вот так, то есть применяют. Соответственно, это что касалось самого лоса, что вот здесь мы делаем, да? То есть, мы либо оптимизируем логлос, который мы выписали, или просто решаем задачу метода максимального правдоподобия по описанию тех объектов, которые пронаблюдали в нашей обучающей выборке. Вот, смотрите, да, можно по поводу логистической регрессии думать, как вам больше нравится, либо вероятностно, если вам это ближе, либо эмпирически просто минимизирует число ошибок, и то и другое приведет вас к правильному ответу, к правильному классификатору. Ну, как правильному, не бывает правильного классификатора, ну, по крайней мере, к одному и тому же классификатору, да, с немножко с разным обоснованием, ну, вернее, драматически разным обоснованием. Вот, в зависимости от того, как вам проще запоминать, как вам лучше понимать, лучше всего, конечно, понимать оба варианта, вот. Но, тем не менее, алгоритм хорош тем, что действительно, как бы, в общем, позволяет с двух точек зрения на него смотреть. Давайте поговорим про метрики классификации, и я знаю, что частично они у вас уже были, верно ведь? Да, да, были уже? Да. Хорошо, ну, про это я все равно, на всякий случай, скажу, да, чтобы мы синхронизировались. У нас есть, соответственно, возможные варианты того же, как мы будем называть наш объект, в зависимости от того, как мы на нем предсказались. Речь по-прежнему про бинарную классификацию, и на сей раз только о строгой единичках или ноликах, забываем про все, что там логистическая регрессия, регрессия. Вот. Мы, типа, по порогу, допустим, 0,5, сквошим ее решение в нолике и единичке. Да, теперь мы забываем про то, что мы еще говорили про минус единички. Исключительно нолики и единички. Честные игреки, вот они. И предсказанные игреки, вот они. Ну, и, соответственно, в зависимости от того, как они между собой соотносятся, у нас мы по-разному называем соответствующие точки. Если и то, и другое единичка, то это true positive. Вот. Если у нас предсказали мы единичку, а на деле у нас нолик, то это, в общем, наш false. Ну, то есть это мы сфолзили тем, что сказали единичка. То есть единичка, а на самом деле нолик. False positive. True negative. Это значит, мы угадали с тем, что назвали объект ноликом. И, соответственно, ошиблись с тем, что назвали объект ноликом. Это false negative. Вот. Специально поставил сверху prediction снизу true, потому что они более-менее так соотносятся с тем, что написано. Нет, не очень. Ладно. На самом деле надо было поменять. В общем, ну, неважно. Я думаю, что с этим проблем нет, да? True positive, false positive, true negative, false negative. Главное, что вот здесь это наши победы или неудачи. True и false. Ну, и, соответственно, дальше эти штуки будем именовать, соответственно, tp, fp, tn, fn, их число, да, в выборке. И в связи с этим у нас есть замечательные метрики, о которых вы наверняка знаете. Метрики, которые хорошо описывают, ну, качество нашей классификации на выборке. Вот. Из них нам интересны две. Про них вам говорили. Я еще раз напомню. Это точность. Точность, которая называется precision. Важно не путать. Наверное, у вас был accuracy. Отлично. Он тоже называется точностью, но поэтому мы как-то больше здесь англоязычными понятиями оперируем. Так вот, precision – это про единичный класс. Accuracy сразу про все, а precision – она про единичный класс, поэтому нас здесь интересуют позитивы. То есть это позитивы честные наши и все позитивы, которые мы назвали в выборке. То есть у нас есть выборка, мы среди них пометили какие-то объекты единичками, и эти объекты подразделились на честные единички и нечестные единички. Вот, соответственно, такое отношение нам говорит о том, насколько точны мы в своем детекте единичек. Условно говоря, если из девяти, из десяти предсказанных нами единичек, девять на самом деле единички, то precision – 0.9, да? Потому что false positive будет ровно один. Вот, с precision – понятно. Дальше recall, почему-то тоже названный precision. Вот, ну, в общем, это recall. Здесь в числителе ровно то же самое, а знаменательная штука чуть более сложная. А именно, в recall мы сравниваем количество правильно названных единичек с тем, что мы потенциально не назвали единичками. То есть мы ошиблись, назвав эту штуку ноликами. Давайте теперь подумаем над следующей вещью. Может быть, вы уже знаете ответ, тогда быстро мне его скажете. Есть precision, есть recall, есть поток. Поток, на котором… Огромный поток, не знаю, там, писем, на котором мы классифицируем эти самые письма на единички и нолики. У нас есть метрики на выборке, а мы хотим посчитать метрики, ну, не на выборке уже, а на этом самом потоке, разметив какую-то часть писем и ответив на вопрос, собственно, precision, recall уже вот непосредственно на боевых данных. Ответьте мне на вопрос, какую из этих метрик будет проще посчитать, какую сложнее. Ну и, соответственно, почему? Они как бы немного чем отличаются. Вот, и очевидно, в том, в чем они отличаются, кроется загвоздка. Какие мысли? Наверное, у нас вторую мысль еще использовать, потому что y при отравне единичке надо даже очень много выкладывать. Это проблема. Это огромное число, да, значит, огромное число. Смотри, давай исходить из того, сколько точек нам нужно. Вот так. Допустим, ну, то есть мы понимаем, что, да, чем больше у нас объектов в целом, да, мы проклассифицировали, тем надежнее будет эта оценка. Ну, потому что если мы проклассифицировали три объекта и там типа один разделить на три, у нас вроде как там 30%, или там три из трех, да, у нас 100%, но нет гарантии, что мы на четвертом не ошибемся. Поэтому чем больше объектов, тем больше доверия к тому, что мы в итоге скажем. Соответственно, по сути, ответ трансформируется в ответ на вопрос, а каких объектов проще набрать? На потоке Fn или Fp? Ну, смотри, как это работает. У тебя идет поток неразмеченный. Вот. Ты какие-то... Идет неразмеченный поток. Ты пропускаешь его через две вещи. Две вещи, первая из которых это твой ML, то есть твой классификатор. А вторая вещь это человек, то есть ручная разметка. Не влез. Вот. И, соответственно, это... У тебя будут метки. Вот. Для того, чтобы получить одинаковое число объектов в знаменателе, для этих двух метрик нужно сделать разное количество ручной работы. Вот. Для какой из этих метрик... Ручную работу хотим измерить. Ну, да. Я про проще и сложнее получить на потоке именно вот в терминах. То есть они отличаются... Отлично, как спал. Ну, сейчас. Ну, хорошо. Разница, да? В FN и, соответственно... В FPN. Все равно все позиции вы должны просматривать. Мы все равно для всех них должны в ручной работе сказать, это true или false. Да, все верно. Смотри, пропустили... Допустим, мы целимся в то, чтобы сделать оценку на базе 400 точек. То есть знаменатель мы целимся набрать в 400. Вот. Я неспроста взял эту цифру, так часто делают. Чтобы знаменатель быстрее набирался. Да. Вот вопрос. Сколько нужно на ручной работе, чтобы набрать 400 точек для Precision и 400 точек для Recall? И в чем, как бы, разница получается? А, ну, получается, что в TruePositive, хотя... FalsePositive. Что в FalsePositive? TruePositive плюс FalsePositive это же все позиции. Все позиции чего? Которые выдавали наши программы. А, нет. Которые выдавали вот. А здесь знаменатель какой? Что он считает? Здесь весь спам наш. Вот. Проблема в том, что штука, которая здесь, это то, что наш классификатор считается спамом. А штука, которая здесь, это весь истинный спам. Вот. И для того, чтобы насамплировать 400 точек вот здесь, нам нужно просто пропустить много точек, это недорого. сильно больше через ML. Вот. И остановить эту хрень там, где в сумме получилось 400 единичек. Вот. И вот таких штук будет 400. и вот здесь мы останавливаем. Но вот для рекола ну и соответственно вот это количество точек нам нужно разметить руками. То есть ровно 400 точек нужно разметить руками, чтобы набрать базу для пресижена. А что теперь для рекола? мы мы должны набрать true позитивов и false негативов 400. А вот чтобы ответить на вопрос а был ли это false негатив, нам нужно добрать хренову вот. Нам нужно реально добрать точки, про которых мы ничего не знаем, потому что классификатор на них говорит ноль, и мы не знаем единичка это или нолик, и нам нужно найти среди них такие. Вот. и тут как бы все сильно усложняется. Поэтому как бы пресижен все любят гораздо больше и стараются оперировать исключительно им в продуктовых задачах, просто потому что его реально оценить. Рекол можно только ну очень приблизить, то есть гораздо больше ручной работы для того, чтобы с той же точностью, с тем же доверием посчитать рекол, который здесь по-прежнему назван пресижен. Вот. Ну и еще как бы есть свойства, да, у нас есть пресижен, есть рекол, и как бы каждый по-своему хорош. Один говорит о том, как мы точные единички выделяем, другой говорит о том, насколько мы все единички выделяем. Как-то хочется оперировать и тем, и другим в рамках одной метрики. И про эту метрику вам, наверное, тоже говорили. И называется она f1. Вот. И вы знаете, да, почему среднее гармоническое? Ну, как бы среднее арифметическое тоже можно нормализовать поделив на два, Что сильно влиял результат, плохой результат любого? Что плохой результат любого влиял на общий результат f-меры. То есть достаточно просесть по одному из этих множеств, как у тебя сразу метрика f сваливается туда, соответственно, ну, это, как бы, если построить, как эта штука выглядит, строил не я, поэтому, извините, вот, мне было не очень до этого. как бы видно, что даже вот, находясь в precision 1, нам нужно очень большой путь пройти, кстати, градиент хреново передается, нам нужно очень большой путь пройти, чтобы вот цвет изменить, потому что, да, соответственно, потому что очень негативные реколы сильно влияют на конечный ответ. Вот, а тут, как бы, они учитывают precision рекол одинаково, fмера, ну, то есть, видно, да, единица на precision, единица на рекол, хочется, хочется как-то иметь возможность отдавать чему-то предпочтение, и вот тут нам на помощь приходит такая штука, как fbeta, мера, она мало чем отличается, кроме того, что вводится параметр, который, естественно, редюсится до f1, если бета равна одному, что несложно видеть, а вот если бета больше, ну, кстати, может быть и больше нуля и меньше нуля, поэтому именно что здесь квадрат стоит, показывая, что, ну, в общем, короче, эта штука гарантированно положительная, вот, то мы просто с разным весом учитываем рекол, ну, или precision, тут как, как смотреть на эту формулу, но по факту, да, вот эта мера, которая очень часто гораздо более полезна для продуктовых задач, чем, например, f1, потому что очень часто мы понимаем, что, ну, вообще, как бы на потоке держать что-то с плохим precision вообще не комильфо, если вы что-то делаете, все подряд помещаете единицы, пускай у вас офигительная полнота, но как бы вашему решению нет доверия, если у вас precision плохой, и такое пользователям показывать нельзя, как бы любой production ML, он в первую очередь отталкивается от precision и только во вторую от рекола, поэтому, безусловно, нужен баланс, которым вы можете руководствоваться и подобрав такую меру, которая будет делать именно результат в соответствии с вашими нуждами, в данном случае, да, если у нас бета больше единицы, то у нас эта слагаемая становится более весомым, в котором участвуют единицы на рекол в знаменателе, соответственно, приоритет рекола повышается, вот, и наоборот, если бета меньше единицы, то вот эта слагаемая, в котором рекол становится, рекол в знаменателе знаменателе, она, соответственно, снижает свою значимость и значимость precision вырастает, и это некий трейд-офф, вот, который позволяет вам подобрать ту метрику, которая нужна для конкретной задачи, если что, очень часто, да, нужно предпочитать precision over recall, и причем с достаточно существенной бетой, вот, вот эта штука, она уже выглядит, соответственно, скатывается к соответствующей оси быстрее, да, ну, то есть, здесь плохо видно, ну, вот два разных случая, там, бета, по-моему, два, и бета, бета-квадрат, почему-то два, да, и бета-одна-четвертая, вот это, да, соответственно, с приоритетом в сторону recall, вот, эта штука, пользуйтесь ей, пользуйтесь F1 мерой, только когда у вас какие-то совсем синтетические задачи, когда вы понимаете, что вам все, что нужно сделать, это описать train set, и надеяться на то, что тест set точно такой же, как тот, который, ну, из того же распределения, что и train, да, тогда действительно можно пользоваться F1, во всех прочих случаях, как правило, нужно отчетливо понимать, что нам сейчас важнее precision или recall, вот, и в соответствии с этим выбирать нужную бету. Вопросы по Fbet, ее, насколько я знаю, не было, да, у вас? Окей. Ну, не очень сложно, но, тем не менее, очень полезный инструмент, тоже есть во всех библиотеках, и, наверное, самое такое интересное, это штука под названием ROG-AUK, вот, ее не было, вот, сейчас будет. Смотрите, это по-прежнему метрика классификации, вот, как она работает? Работает она так, что измеряет площадь под некоторой кривой, сейчас будем разбираться. Тут две, ну, соответственно, два слова из трех букв. Первое слово из трех букв это ROG, это ресивер-оператор характеристикс, да, то есть, как она, это на русский очень сложно перевести, в общем, это некоторая кривая, которая называется характеристической кривой ресивер-оператор, ну, я не знаю, ну, в общем, оператор-приемник, не важно. Важно, что вот эта штука говорит вам о том, что это площадь под кривой, вот, так вышло, что кривая, которую, вот в таких координатах, о которых мы дальше будем говорить, называют ROG, вот, это кривая, соответственно, в координатах true positive rate и false positive rate, и здесь для дальнейшего очень важно будет сказать, что мы подразумеваем под соответствующими понятиями. про то, что ROG AUG от нуля до единицы сразу скажу, все, что мы будем делать, оно заключено в квадрат 1,1, поэтому площадь целого квадрата это единица, площадь под кривой не может быть больше. Соответственно, что здесь еще важно сказать, что чем больше эта площадь, тем лучше. Вот, ну, то есть в идеальном, в идеальном случае мы должны получить единицу. В каком случае мы получим единицу? Если она здесь идет вертикально, а здесь идет горизонтально, да. Вот, соответственно, в этих терминах у нас классификатор будет вести себя идеальным образом. Введем же, наконец, эти true positive rate и false positive rate. Кажется, я на слайде особый акцент на этом не делаю, а зря, потому что это штука, которая, которая легко запутаться. Ну, очевидно, true positive, это всегда true positive. Вот, и всегда true positive, а вот дальше плюс. И тут, с вашего позволения, я спешу, потому что, чтобы не ввести нас всех в заблуждение. вот здесь у нас false negative. Итого, число правильных единичек к вот false negative, это, соответственно, то, что мы ошиблись, назвав нольком, и, соответственно, false positive rate. Это числитель false positive, а знаменатель уже вот такая штука. Итак, то, что мы неверно характеризовали как единички к false positive, это, опять же, то, что мы неверно характеризовали как единички, а это то, что мы верно характеризовали как нолики, то есть, это все нолики. вот. То есть, наверху плюсируем, что ли? Recall. Да. Вот. Вот такая штука. И тут в этих терминах мы будем, в конечном счете, выйдет так, что алгоритм построения этой кривой приведет нас к этим метрикам. Давайте проще всего этот алгоритм на примере разобрать. Вот. И что у нас вообще, какая у нас исходная? Поскольку алгоритм классификации, то речь идет о неком классификаторе. У нас есть выборка, на выборке мы получаем, у нас есть выборка, это, соответственно, ID элементов этой выборки, у нас есть класс на этой выборке, честный класс, то есть, который у нас, нам нужно научиться предсказывать. То есть, это честные метки, а это наши оценки. Вот. Для того, чтобы построить, соответственно, кривую RockAug, что мы делаем? Проще всего последовать следующему алгоритму, это взять и упорядочить все наши ответы, элементы нашей выборки по ответам, и ответы от максимума до минимума. Ну, понятно, да, то есть упорядочиваем просто по вот этой штуке. Тут, видите, максимальный ответ 0,6, минимальный ответ 0, и как-то наша выборка упорядочилась, то есть, какие-то классы здесь появились. в случае идеального классификатора, скажите мне, как должен выглядеть столбец с классами. Сколько-то единичек, потом все 0. Сколько-то единичек, потом все 0. Ну, соответственно, поскольку это как бы ground true, то здесь 3 единички. Вот они в идеале должны хорошим классификатором все так выстроиться, 1, 1, 1, потом 0, 0, 0. Да, наш логаритм, к сожалению, этого не делает. Вот. И именно для него нам нужно нарисовать эту кривую. Итогу упорядочиваем, а дальше следуем таким нехитрым действием. Мы берем тот самый квадрат 1, 1, 0, 0 в смысле, 1, 1, вот, и разбиваем его. Разбиваем его следующим образом. У нас число нулей, это будет, соответственно, по оси x откладываться 1, 2, 3, 4 равномерно. Число единиц будет откладываться по оси y, соответственно, 1, 2, 3. Ну, то есть, сколько у нас? 3 единицы и 4 нуля. Да? Как бы это запомнить в совокупности с тем, что было вот здесь нарисовано. Да, здесь false positive, они все-таки про нолики, true positive, они про единички. Вот, соответственно, по оси x мы откладываем нолики классификатора, вернее, не классификатора, а нашей выборки. По оси y откладываем единички. Вот, построили такую сетку, а дальше начинается самое нехитрое дело, мы начинаем идти по этой сетке с точки 0, 0. Вот, как мы идем. Правило достаточно простое. если мы идем сверху вниз, видим единицу, мы смещаемся по этой сетке на один шаг вверх. Если мы видим нолик, мы смещаемся на один шаг вправо. Да? Ну, соответственно, в идеальном случае мы должны полностью пройти сначала к верхнему левому квадрату и потом от него идти вправо верхний квадрат, получая идеальный классификатор, у которого площадь под кривой равна единице. Вот. Ну, в данном случае, в большинстве случаев это будет не так. Вот в частности, да, на втором шаге мы сходили вправо, на третьем шаге мы сходили, соответственно, опять, на третьем шаге сходили вверх, на четвертом шаге сходили вправо и на пятом шаге мы сходили вверх. Почему здесь нарисована диагональ? Потому что есть еще одно правило, которое заключается в том, что если у нас, соответственно, несколько объектов имеют одинаковые одинаковый ответ вот в данном случае 0202 то мы это в рамках одного шага инкорпорируем делая соответствующее число как бы шагов да просто не по клеткам а сразу ну так так лучше аппроксимируется площадь на самом деле только поэтому можно было бы и так сделать но это как бы была пессимизация ответа нашего алгоритма так он нам как бы выдал 02 и на нолики на единички вот соответственно средняя кривая этому диагонали этому соответствует вот алгоритм такой и у нас получилось некая штука теперь давайте посмотрим что она значит в мире машинного обучения потому что у нас три единички и 4 нолика да справа истинные ответы мы разбиваем нашу сетку исходя из истинных ответов а двигаемся по ней исходя из наших из наших ответов ну как из наших мы их упорядочили дальше просто усиленно упрощаем нам себе жизнь вот таким вот нехитрым алгоритмом то есть если мы как бы даже делал тут дело не вы угадали видите мы даже не говорим про единицы нули мы именно говорим про вот те самые меры принадлежности к единичному классу что мы например видели в логистической регрессии эта штука нам позволяет себя упорядочить и по мере упорядочивания мы двигаемся по соответствующим ячейкам вот что здесь важно нигде не идет речь о пороге то есть этой кривой соответствует сразу бесчисленное множество конечных классификаторов с разными порогами соответственно нам предстоит разобраться исходя из чего этот порог выбрать и что вообще значит вот эти штуки да то есть но это про одно и то же и вот тут как раз мы подходим к ответу на вопрос почему такие оси у этого алгоритма получается на самом деле конечно все с точностью до наоборот то есть мы постулируем что у нас есть такая кривая что ну что мы хотим построить кривую соответствующую алгоритму в таких координатах вот и выясняется что если так делать то вот мы получим что-то такое но проще запоминать с точки зрения алгоритма а теперь давайте посмотрим что мы получили ну вот например вот здесь мы получаем координату 0 и 1 3 правильно 0 по иксу 1 3 по игреку что это значит это значит что существует порог который доставляет нулевой false positive и false positive ratio и одну треть true positive ratio это соответствует вот этой точке то есть если мы выбираем порог 0 6 то мы ну только треть объектов то что как раз вы говорили про precision нет речь про recall да только треть объектов то есть recall у нас получается да одна третья эта точка соответствует но при этом у нас нет ни одного объекта который мы фолзово отнесли бы к единичному классу то есть false positive ratio этой точке 0 потому что ну действительно нет ни одного объекта выше 0 6 у которого есть метрик метка 0 соответственно идя дальше приходим в точку 1 3 и 1 4 это означает что если мы выберем порог между 0 0 5 и 0 3 мы получим следующую картину мы по-прежнему recall нашего алгоритма держим на уровне 1 3 потому что число единичек сверху и снизу от этого порога не изменилось но при этом у нас добавился одно фолзовое решение вот что почему да вот этот ноль мы затащили к себе в в решение по такому порогу и соответственно у нас осталось из четырех нулей только три корректно классифицированных вот и ну исходя из чего очевидно что если мы выбираем порог то выбирать надо порог соответствующий этой точке а не этой потому что они принципиально мало чем отличаются кроме того что этот не фолзит а это фолзит вот ну и вот теперь это начинает да обретать очертания соответственно в случае идеального классификатора мы бы имели true positive ratio равной единице и false positive ratio равной нулю то есть все единичные объекты выборка мы верно классифицировали и ни одного нулевого объекта не затащили фолзового в единичный класс вот с этим с алгоритмом построения рок-аук все ли ясно по ответу нашего классификатора не смотри класс объекта это ground truth это то что нам известно как соценка это никак не соотносится то есть у тебя есть классы и твой классификатор ты даже не знаешь насколько он хороший или плохой что-то на них ответил ну это же твой классификатор ты прогнал на этих объектах подразумевается что за этими одишь никами стоят признаки на которых ты можешь классификатор прогнать речь идет об оценке качества классификации у тебя есть классификатор у тебя есть объекты на которых этот классификатор там обучался принимал решение и так далее в конечном счете ты получил вот такую картину что для объектов вот с такими классами ты получил вот такие оценки и потом упорядочил по этой оценке окей где ну потому что мы нет еще раз здесь мы ничего не считаем мы что мы я где-нибудь игру слова ошибка я говорил что если мы встретили нолик мы идем вправо вот если встретили единичку то идем вверх ошибкой появляется только тогда когда ты будешь уже оперировать конкретным порогом вот как только ты накладываешь куда-то между какой-то из этих ячеек порог у тебя автоматически все распадается на правильно принятое решение и неправильно принятое решение и да вот и уже после этого можно говорить про ошибку ну и соответственно если ты вот здесь провел порог то те единички которого ниже этого порога они у тебя будут классифицированы как нули и поэтому будут являться ошибкой твоего алгоритма окей да ну в общем с этим наверное можно еще немного пожить и если совсем станет тяжко можно потом задавать мне вопросы после лекции если что вот каких-то еще принципиальных сомнений в правильности построения подобным способом нет какая-то интуиция ухвачена если все были единицами то у тебя должен быть классификатор который там типа больше нуля всем говорит единицу ну как смотри если все были бы единицами ты бы еще делал ты бы ушел вверх шоу тебя просто не было бы право правых квадратов ну да но там него я честно говоря не рассмотрел такие выборки в которых все единицы как бы а зачем тогда классификатор нужен ну скажи сделал классификатор равный единице при любом условии да такой очень-очень-очень синтетический случай для всех остальных более в случаях я имею ввиду более-менее нормально да то есть как бы дискомфорта нет с этим алгоритмом хорошо но тут дело не только в алгоритме но и в том что он за собой несет мы поняли что это кривая которая вот так вот строится да и мы пока ничего не поняли про площадь под этой кривой вот теперь к вам будет несколько вопросов первый вопрос это как будет вести себя эта кривая если алгоритм у нас просто случайный ну то есть типа там случайно возвращает число от нуля до единички в среднем диагонали почему так ну на самом деле да это означает ну потому что в силу случайности мы ожидаем что вот эти штуки они будут просто перемешаны равномерно причем ну если у нас достаточное число точек то среднем они будут равномерно перемешаны вот и это действительно будет упираться в то что мы будем где-то вокруг главной диагонали ходить вот и опять же в случае там стремление выборки к бесконечности мы получаем диагональ и мы получаем вполне себе конкретное значение площади под кривой а именно 1 2 да то есть 1 2 соответствует очень хреновому классификатору вот самому хреновому из всех возможных потому что если площадь под кривой меньше чем 1 2 можно построить гораздо более хороший классификатор как нет нет еще раз случайно это самый худший из всех возможных классификаторов потому что если у вас есть классификатор у которого аук 03 нет тоже неверный ответ что делать с классификатором если у вас получился аук площадь под кривой 03 поменять местами да вот вы сразу получаете соответственно единицы минус вот итога диагональ плохой классификатор все что выше уже нормально а теперь осталось понять вот precision неплохо так интерпретируется да мы говорили с вами про метрику precision число верно число верно названных единичек вот recall число вообще как это за детекченных единичек среди всего потенциального многообразия да то есть какие-то интуитивные штуки здесь можно себе успокоить объяснить и понять вообще как это попроще запомнить вот если я вас сейчас спрошу о чем говорит рок аук равный 0,8 вот вы можете ответить на вопрос что означает эта циферка у нее есть точно такая же интерпретация как и у скажем precision равного 0,8 в терминах точек на выборке давайте какие идеи чем говорит рок аук равный 0,8 то есть на 10 чего-то мы получили 8 чего-то вот 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 с парами это ключевое к чему здесь надо прийти почему пары начнем с этого почему пары пары чего давайте сначала пары точек выборки ли что ли а пар ожидания реальность ну нет тогда не тогда не пара но пара на самом деле только пары пара вот пары к вот этого да ну то есть вот вот так вот ну нет не они об этой паре идет речь а так вот есть столбик с правдивыми классами что как 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 мы берем из них пары декартовое произведение чего самого на себя но и так сколько будет оценки на класс поделить на сумму от можешь вот просто не интересно откуда все родилось такая не блин все спалил ужасно так хорошо давайте так у нас есть соответственно рок аук равный единице 10 из 10 100 из 100 чего ну видимо направление квас такое правильных предсказаний единицы ну нет это precision как раз мы угадали единичку давайте так смотрите вот у нас есть кривая которая у которой как бы единица почему она единица вот в нашем упрощенном рисунке потому что это что 12 из 12 да но она закрасит вот что это значит 12 чего 3 на 4 да что такое 12 возможных комбинации комбинации чего нулей единиц это комбинации пары среди которых 1 0 и 1 единица вот окей то есть мы что-то верно делаем с 12 парами нулей единиц мы их упорядочиваем так и что значит как мы их упорядочиваем если у нас 12 из 12 нет где у нас есть пара там вот мы взяли они там тоже упорядочены по уменьшению 1327 ну а да они здесь упорядочены ну так выходит что соответствующий шаг соответствует вот да короче смотрите если мы верно классе верно сортируем между собой 12 пар нулей единиц это означает что всегда найдется такой порог который позволит нам ну правильно решить задачу классификации для этих объектов это просто означает что если мы всевозможные пары нулей единиц верно расставили то мы их и вместе верно расставим да вот а чему теперь равно значение ну не знаю там 0 8 например вот тут уже как бы сложнее когда все из всех это понятно а что значит из каких ну то есть вот что это значит на новом объекте да то есть допустим у нас появляется какой-то новый объект и нам нужно его классифицировать с пресижным более менее понятно что мы там 80 процентов случаев верно отнесем его к единичному классу а здесь что значит ну да вот примерно так на самом деле да речь идет о 80 процентах пар которые верно упорядочены то есть ну или это вероятность верно упорядочить случайно выбранную пару вот и именно вот эта терминология конечно с точки зрения рок-аук алгоритм понятно да но вот что такое число которое в итоге получается очень важно понимать что речь идет о всевозможных парах нулей единиц потому что количество в конечном счете квадратов у вас именно этому количеству пары соответствует вот и именно исходя из этого вы можете примерно понимать а хорошо вообще потому что очень много очень часто люди затыкаются на вопросе а хорошо это 0 8 или плохо действительно не существует универсального ответа на вопрос хорошо рок-аук 0 8 или плохо но по крайней мере когда ты не знаешь что вообще значит 0 8 как бы очень сложно ответить на этот вопрос когда ты понимаешь что хотя бы можешь объяснить почему ты считаешь хорошо это или плохо вот да в данной ситуации у нас получился я кстати не знаю какой если кто-то посчитал что тут вот это закрасили это 6 это 8 это 9 с половиной мы закрасили из 12 ну в общем сколько сколько-то больше 0 5 сильно вот да так что алгоритм в целом неплохой вот и это первый момент да и второй момент как выбираем порог допустим не существует порога ну то есть если у нас такая кривая то по определению не существует порогу этого алгоритма который все сделает идеально правильно вопрос исходя из чего нам этот порог выбрать смотри площадь характеризует алгоритм алгоритм безотносительно порога вообще на этом графике нет порога порог эта штука выше которой ты будешь называть объекта единичками в конечном счете хороший вопрос ну то есть вот у меня и и есть вопрос что ты хочешь сделать лучше выбором порога если мы хотим минимизировать количество ошибок отнесения классу и 0 и классу 1 то тогда где у нас будет максимальный а что такое и 0 и 1 сразу ну то есть количество ошибок просто ну допустим наверное суммарное количество ошибок у нас будет где-то вот здесь потому что все что правее это уже ошибки ну тут как бы мы что можем сделать да то здесь мы действительно не ошибаемся но называем на только одну треть правильных ответов а здесь мы как бы все единички верно вытаскиваем но при этом там с 50-процентной погрешностью сделано вот вопрос как бы исходя из чего подобрать порог порог влияет на форму на форму криво вообще никак нет ну я ее кривой порог никак не влияет на ну зависим она определяется только количеством честно ну короче ground truth единиц и нулей в выборке ну то есть у нас порог 055 мы берем только верхний элемент называем его единицей получаем вот эту точку на кривой в которой у нас true positive rate равен 1 3 false positive rate равен 1 2 а вот у меня вопрос вот у вас есть продуктовая задача и вам нужно выбрать порог для нее вы исходя из чего будете это делать вот это правда то здесь реально зависит от ваших собственных ну как бы соображений относительно того чем вы больше готовы жертвы то что в любом случае жертвовать придется либо вам придется жертвовать количеством недоловленных единиц либо вам придется жертвовать количеством переловленных нулей в единичной сети я имею ввиду и да это действительно очень часто зависит от вас от менеджеров которые от вас хотят определенного классе поведения вашего классификатора но очень хорошо очень важно понимать да то есть каждое из ваших решений по порогу будет соответствовать какой-то из точек на этой кривой ну вам главное понимать да на какой вы риск в этом смысле идете и что вы получите в итоге это не единственный способ подобрать порог как еще можно подобрать порог уже давайте абстрагируемся от рок-аука вот вернемся допустим мысльно вернемся к эфмере а что мы будем смотреть на переборе вот а как мы делаем перебор задачах машинного обучения нет ну понятно да мы в конечном счете должны будем для каждого значения порога посчитать метрику качества в частности эфмеру но специальная есть техника для этого вам про нее рассказывали это надо было вынести в крис ну как же так как мы подбираем гипер параметры задачи как мы подбираем к для к н н там на кросс валидации да вот соответственно здесь есть два варианта либо исходить из того что мы их просто чем хороши true positive ratio и false positive ratio их легко интерпретировать в плане количество ущерба которое может быть нанесено скажем пользователю этого классификатора если мы говорим про все-таки более привычные метрики типа там эфмеры которая как так аккумулированно показывает нам качество нашего алгоритма и постулируем что мы хотим оптимизировать ее то здесь просто нужно для каждого порога определенным образом выстраивать механизм получения этой метрики потому что нельзя просто взять разбить там на трое на валидацию посчитать и сделать так для каждого порога потому что либо вы переобучитесь на разбиение наверняка вам это рассказывали именно поэтому нужно нужна собственно кросс валидация да то есть второй способ это забить на эту кривую и просто взять вашу вот эти вот ответы пройтись со всеми всевозможными порогами и посмотреть какая их мера получается какая вам нужна вот два варианта собственно последний слайд они примерно по моему про это да вот вот эту фразу хорошо бы до распарсить и и запомнить ну понять лучше да то есть в конечном счете циферка пророк аук выдает вероятность что алгоритм верно упорядочит это значит что он единицы даст больше скор чем нулю вот ну то есть верно упорядочит и соответственно всегда найдется такой порог который их разделит нет нет еще раз пара 10 это вот такие пары которые ну вот все возможные короче вот это с этим 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 верно упорядочит что он поставит соответствующую вот короче если мы рассмотрим вот этот объект вот эти два объекта да что верно упорядочит означает что он даст вот этому объекту скоро выше чем вот это да главное что он действительно упорядочит их поставить единицу с большим скором чем вот так что на всевозможные пары мы получим ту самую вероятность ну грубо говоря долю верно упорядоченных пар у меня уже шнур вывалился вот ну и соответственно про то как подбираем порог с помощью урок аук так принято действительно часто люди подбирают порог исходя из того что им чем им больше можно жертвовать false positive или true positive как и говорю у нас в большинстве случаев мы в первую очередь в первую очередь смотрим на минимизацию false positive rate не знаю среднего арифметического но у них разные знаменатели поэтому среднее арифметическое тебя вряд ли даст что-то осязаемое вот это будет произведение соответствующих штук суммы короче сложно вот на этом сегодня все